Всем привет, друзья, с вами Райзум. Сегодня мы с вами посмотрим на противостояние царей-гробниц и высших эльфов. За царей играет Астриолус, также известный как Легион. Против него за высших эльфов играет Кроссантау Берн. Итак, тут уже на выборе лордов у нас довольно интересная ситуация. У царей в качестве лорда обычный царь-гробниц. Я привык постоянно видеть сетру, мне кажется, я сегодня даже буду путаться. Не удивлюсь, если иногда буду называть его сетрой, но тем не менее, это не сетра, это обычный царь. На сфинксе у него нет магии, у него есть броня скорпиона. Так как это не сетра и нужно кому-то колдовать, здесь взят жрец Лич Нехекара. У него есть восстановление ветров, очень интересная вещь. Чем больше союзников вокруг мага, когда он принимает это заклинание, тем сильнее восстанавливаются ветра. Здесь же есть заклятие Иссушения и заклятие Возмездия. Пассивочки на хил, кстати, нету здесь у Легиона. Тоже интересно это увидеть. Я привык, что цари постоянно регенятся, пытаются, по крайней мере, пассивкой отрегениться, а здесь такого нет. Два отряда рыцарей Некрополя с элебардами. Очень-очень мне нравится этот юнит, офигенно он себя часто показывает. Но, конечно, реализовать его здесь будет, наверное, довольно тяжеловато. Но посмотрим. Легион это опытный игрок за царей, и он должен нам показать классы этими юнитами. Они уничтожают крупных, как раз-таки несут угрозу для Имрика, для Иллирийских разбойников. В Элью здесь они должны более-менее неплохое набить. Есть колесницы скелетов. Два отряда, ну и пехота. Тут всякие воины-скелеты для того, чтобы противника попытаться пробить. Кстати, здесь шесть воинов-скелетов. А, нет, вот один отряд стражей граблит. Да, шесть воинов-скелетов нельзя было бы взять. Также есть здесь падальщики. Эльф, как видите, собрался обороняться, и в качестве лорда эльф взял тоже довольно редкого у лорда Имрика. Имрик на коне, у него есть Звездная Пика, Драконий Рог и Повелитель Драконов. Мне кажется, несправедливо с Имриком обошлись разработчики, потому что они такую же способность, как Драконий Рог, дали Торику. Но у Торика она идет вместе с Маунтом, и она вызывается бесконечное число раз. А у Имрика она ограничена. На мой взгляд, Имрику тоже стоило бы снять ограничения на количество кастов в этой способности. Почему бы и нет? Тем более, что это не такая уж лютая там прям имба, которая всех вытаскивает, и стоит эта способность приличное количество. Денег. Эльф в оборонительной позиции во фронтлайне. Три отряда егерей, два отряда белых львов Крейса, здесь также еще третий отряд белых львов по лучникам. Два отряда лучников, два отряда латернской морской стражи, один отряд болтометов и четыре отряда кавалерии, это иллирийские разбойники. Ну, царю придется как-то пробивать противника. У царей много дорогих отрядов. Кстати, здесь же есть отряд могильных лазутчиков, у них есть преимущество против крупных в ближнем бою, они могут противника и обстрелять, и довольно неплохо подраться с вражеской кавалерией или с вражескими крупными синглами. Тоже серьезный отряд. Огненным шаром пытается сейчас с помощью колдуна, круассан, застрелить жреца лича. Кстати, тут по магии дня есть, конечно же, огненная голова, огненный шар, есть пассивочка обязательно. И бросается еще один огненный шар, и царю сейчас будет довольно, мне кажется, проблематично пробить фронт эльфа. Придется приложить приличное количество усилий. Лорд сейчас царей ворвался в белых львов, белые львы отвлеклись на него, повернулись спиной, и сразу же получили чарж колесницами. Посмотрите, как хп здесь потеряно. Ворвался имрик в могильных лазутчиков, но на самом деле это не он к ним ворвался, это они в него ворвались, поэтому имрик сейчас окружен, очень агрессивно так легион начинает окружать здесь имрика, пытается его запереть. Имрик, ой, царь его дубасит. Лорд смотрим на что на имрике, на нем звездная пика, на нем заклятие изушения, на нем все бафы, которые возможны, но эти бафы бафают ему атаку, а не защиту, а ему сейчас нужно спасаться и пытаться защититься. Пока что у царя довольно здесь опасная ситуация, потому что у него весь фронтлайн задержан, а у эльфа лучники спокойно стреляют, и царю нужно срочно как-то пытаться пробиться, пробить некоторые отряды пехоты нужно, чтобы пробиться к лучникам и их каким-то образом повязать. Дает сейчас легион контр-чардж эллирийским разбойникам, своими рыцарями некрополя. Тем временем, посмотрите, эльф не забывает постоянно давать огненные шары, потому что жреца лича нужно постепенно убивать. Просто постоянно по КД, как говорится, бросает заклинание. Это очень важно, потому что вам кажется, что на самом деле немного урона наносится, но в совокупности, если игра затянется, это будет очень значимое преимущество. Ты убьешь мага. Мага здесь серьезное заклинание, но не то, что вам прям дорого стоит. Возможно, стоило бы подумать о том, чтобы бить именно царя гробниц, потому что шар и ему приличное количество урона нанесет. И посмотрите, каким-то образом царь умудряется пробить эльфийский фронтлайн пехотный, хотя казалось бы, что эльфы здесь должны быть посильнее. Тем не менее, за счет чаржей, за счет рыцарей некрополя, постоянных дебафов, удается легиону разогнать эльф. И он добирается до эльфийских лучников. Тем самым, тем временем, конечно, уже подрастерял некоторое количество колесниц. Врывается царь вместе с рыцарями некрополя в мага огня. И, возможно, сейчас отвалится один отряд рыцарей некрополя. Опасное дело, да? Скорее всего, этот отряд рыцарей сейчас погибнет. Колесницы отъезжают назад, для того, чтобы от регенца бросается. Финальная голова огненная. Пробивает так более-менее неплохо. А нет, маг огненный ушел. Я думал финальный, я думал все еще здесь. Но здесь имрик. Имрик очень-очень сильно встрял. Ему сейчас придется убегать. Посмотрите, как легко рыцари некрополя расправляются с эллирийскими разбойниками. Здесь были вызваны ушепти. Вот они побежали вязать латернскую морскую стражу здесь. Эльф, тем временем, отступив, возвращается назад в войска эльфа. И теперь, по сути, у нас царь в окружении находится. Потому что вокруг враги. И обстреливают они его с разных сторон. Царю придется сейчас распределять свои силы. И эльф, возможно, сможет его каким-то образом поймать на этом. Очень выгодно. Сейчас у шепти бьют латернскую морскую стражу. Эльф не заметил, возможно, не доконтролил и не отвел морскую стражу. Очень дорогой отряд. Очень важный. Здесь и сливает эту латернскую морскую стражу. Оп. Призванный отряд. Который скоро просто исчезнет. Но тем самым он очень-очень сильно набрал в эль. Набил, да? Он скоро развалится. Скоро уже практически. Или нет. Или не разваливается. Пока держится. Еще приличное количество будет держаться. Шоп. Ибрик. Спасся. И держится пока подальше. От царя. От лорда. Обстрел. Колесницы сейчас отвалятся. Здесь есть еще один отряд морской стражи. Представьте, было бы их два. Тут, конечно, эльф слишком рискал. Возможно, он считал, что латернка за счет преимущества против крупных в ближнем бою выдержит натиск у шепти. Но в шепти показали, кто здесь крут. У кого бронебойка и антипех. У царя, конечно, нормальное количество хп, я так посмотрю. 4 700. Но без регена тяжеловато ему жить. Магельные лазучики. Великолепный отряд. Мне очень нравится. В некоторых ситуациях они себя хорошо показывают. Здесь уже не осталось крупной кавалерии никакой. Огненный шар добивает практически жреца Лича. Начинается распад. И жрец Лич отваливается. Погнался царь за имриком. Имрик быстрее. Имрик быстрее. Имрик должен уйти. Даже чарж здесь не поможет. И царь пошел бить здесь латернку. Да, нужно этих лучников обязательно заткнуть сейчас. Могильные лазучики обстреливают белых львов. Скорее всего, их сейчас прогонят. Болтометы назад идут для того, чтобы встать за расчеты. Если болтометы встанут за эти расчеты, возможно, они смогут еще сильнее пробить царя. Вот бросается огненный шар. Только я не замерил, какое количество там хп сносит. По-моему, шар не обладает бронебойным уроном. И там 500 обычного урона, если правильно помню. Поэтому неизвестно, как здесь покажет себя шар против конкретно царя. Но должен все равно ему наносить приличное количество урона. Возможно, там даже будет заряженный. Да, болтометы здесь стреляют. Один болтомет остался. Но этого хватит для того, чтобы постепенно выбивать себе преимущество. Есть отряд воинов-скелетов, который сделал очень-очень большой крюк. Супер-резерв от Легиона. Сейчас мы увидим. Резерв там может затащить. Легион уворачивается своим лордом постоянно от обстрелов. Хотя от Орлиного Когтева вернуться тяжело. Дает чарж в Белых Львов. Белые Львы отваливаются. Смотрим. 3-800. Шар проходит мимо. Из-за того, что царь Гробниц сделал рывок в сторону Белых Львов. Анимация его спасла от получения здесь нехилого количества урона. Но! Прибегает Имрик. Посмотрите, Имрик обмазался невероятным количеством урона. И еще огненным уроном. У него чарж 144. Охренеть. Сумасшедший такой. И царь Гробниц постепенно распадается. 1500 хп у него остается. Ух ты, в спину на пол хп практически. Нифига себе. На пол, на половину. Значение оставшегося хп. Да, я имел ввиду. С билта 700. Еще один выстрел. 500 хитпоинтов остается у царя Гробниц. Имрик убегает. У Имрика 700. Имрик сейчас намного страшнее выглядит царя. Но здесь есть 8. 8 рыцарей Некрополя. И могут они, конечно, по шапке надавать. Имрик убегает. Еще один выстрел. 200. Пошел распад, что ли? Да, пошел распад. Царя Гробниц сейчас нужно срочно. Поднять мораль. Поднять мораль можно за счет чаржа. Когда ты даешь чарж, у тебя идет буст морали очень хороший за счет чаржа. Пошел еще распад. Смотрим. Вот он идет. 9. Идет чарж. Идет наполнение морали. И распад останавливается. Тем самым легион спасает своего царя от распада. Это очень важно. Да, если вас кто-то преследует и у вас отряд на грани распада, вам нужно дать чарж. Чарж всегда дает натиск. Всегда дает бонус к морали. И царь Гробниц, восстановив мораль, перестает распадаться. Ему сейчас нужно будет ворачиваться от выстрелов. Идет сюда латернская морская стража, чтобы дать залп. Уворачивается царь. Рыцари Некрополя отдают хороший натиск по латернской морской страже. У нее минус мораль. Она должна сейчас отступать. Но за рыцарями Некрополя уже выдвинулись и Чародейка, и Имрик. Возможно, рыцари сейчас дадут контр-чарж. Да, они дают контр-чарж по Чародейке. Наносят ей хороший урон. Накладывают еще яд. Переключается на Имрика. У Имрика 500 хитпоинтов. Пытается сейчас царь Гробниц, уворачиваясь от снарядов латернской морской стражи, добежать до Имрика, чтобы дать ему по нему хороший удар. Подбегает, и удар, по-моему, не проходит на Имрика. Имрик бросает на царя. Способность Повелитель Драконов. Да, по Имрику удар не прошел. Есть распад, есть выстрелы. 60 хитпоинтов, 50. Имрику даже не пришлось атаку проводить, для того, чтобы пробить царя. Но по Имрику попадают рыцари Некрополя, и Имрик здесь разваливается. Они, возможно, даже его сейчас убьют. Не пришлось убивать, потому что полоска додушила эльфа, из-за того, что Имрик понес очень-очень серьезный урон. И цари гробниц побеждают с трудом. Ну, типичная победа царей гробниц через превозмогание, через огромную боль. Но, тем не менее, красиво. Видите, в конце очень грамотно разыграл свои отряды Астрилос. Как говорится, резерв затащил. И еще лазутчики тоже затащили. Но не смотрите на количество ХП, потому что в конце, когда выживают отряды, он округляет у каждой модельки хитпоинты. И кажется, что здесь лазутчики с таким количеством хит-ХП были. На самом деле нет. Это значит, что у них много моделек сохранилось. 1600 царь. Ну, жрец лич урон там и не должен был набивать. Резервный отряд. Красиво, красиво. Здесь было два отряда Стражей гробниц даже. Поэтому так неплохо держался фронтлайн у царя. Колесницы. Несмотря на то, что был убит, посмотрите, как хорошо ими сыграл Легион. Ну, поэтому фронтлайн-то эльфа и распался. Там колесницы устроили просто ад. 900-2000. Отличная игра рыцарями Некрополя. Развалили Имрика и Кавалерию. Здесь Имрик неплохо. Очень хорошо Магом Огня сыграл. Правильно кидал огненные шары. Пеха. Да пеха даже более-менее нормальна. Я думал, она намного меньше себя окупит. 400. Лучники тоже неплохо. Зато вот Кавалерия должна была отвалиться довольно сурово. Здесь 1400. Болтомет тоже хорошо себя показали. Но игра по сути на грани. Практически полностью друг друга уничтожили оба игрока. Интересная близкая игра. Мне понравилась. Вам, друзья, спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся с вами в следующих кастах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok